Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об основных отличиях трудового договора и гражданско-правового договора. Во многих организациях для осуществления тех или иных возникающих в процессе их деятельности задач, руководителям зачастую бывает выгодней не увеличивать штат своих работников, а привлекать в этих целях граждан, заключая с ними соответствующие договоры гражданско-правового характера. Выгода работодателя при этом совершенно очевидна. Гражданину в таком случае можно не предоставлять те или иные права и гарантии, которые в соответствии с действующим законодательством предусмотрены для лиц, работающих по трудовому договору, то есть работников. Рассмотрим подробнее особенности трудового договора. Трудовым договором в соответствии с действующим трудовым законодательством признается соглашение между работником и работодателем. В нем работодатель обязуется предоставить оговоренную работу, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату. Работник, в свою очередь, обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работникам и работодателям, и на него основывается и издается приказ или распоряжение работодателя о приеме на работу. По общему правилу, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Но если лицо получило основное образование, в том числе и экстерном, или продолжило образование по иной, чем очная форма образования, например, по заочной или по вечерней форме, либо оставило общеобразовательное учреждение, допускается заключение трудового договора с лицом, достигшим возраста полных 15 лет. Прием на работу лиц моложе 15 лет по общему правилу не допускается. Это означает, что руководитель предприятия любой организационно-правовой формы не вправе заключать трудовой договор с лицами моложе 15 лет. Однако заключать с такими лицами гражданско-правовые договоры работодатель имеет право. Но в исключительных случаях работодатель также имеет право принимать на работу по трудовому договору лиц в возрасте от 14 лет. Условия, названные в Трудовом кодексе Российской Федерации при этом, должны быть соблюдены. Например, такие, как согласие родителей, учеба лица в образовательном учреждении, невредный характер труда. Кроме того, содержатся условия в Трудовом кодексе также для администрации организации, которая должна согласовывать вопрос о принятии лиц на работу в возрасте 14 лет с выборным профсоюзным органом предприятия, а также необходимо согласие комиссии по делам несовершеннолетних, а также защите их прав. Поскольку у лиц, не достигших возраста 14 лет, не всегда есть паспорта, то они обязаны предъявить работодателю свидетельство о рождении. На лиц, не достигших 18 лет, при приеме их на работу на срок свыше 5 дней, следует заполнять трудовые книжки в порядке, который установлен законодательством. Учащиеся, достигшие 14 лет, подают работодателю заявление о приеме на работу с письменного согласия одного из родителей, усыновителей или попечителей, а также предоставляют справку о состоянии здоровья. О времени работы им выдаются справки установленного образца. Однако это не означает, что трудовая книжка им не выдается. Работодатель обязан исключить любой ущерб здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних работников. Кроме того, нужно помнить, что необходимым условием заключения трудового договора с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, является прохождение обязательного медицинского осмотра, в том числе и предварительного, о чем мы говорили в прошлый раз. Форма трудового договора обязательно письменная. Закон прямо не предусматривает неблагоприятных последствий, наступающих вследствие нарушения требований о форме договора, но содержит нормы, несомненно направленные на защиту интересов работника. Так, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе сведомо или по поручению работодателя или его представителя. Действующее законодательство обязывает работодателя при фактическом допущении работника к работе оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней за дня фактического допущения работника к работе. Трудовой кодекс не предусматривает какой-либо единой обязательной формы трудового договора, поэтому он может быть составлен в любой приемлемой для сторон форме. Также существуют типовые формы трудовых договоров, предусмотренные для оформления различных видов федеральной государственной службы, а также государственной службы субъектов Российской Федерации. В трудовом договоре необходимо указать фамилию, имя, отчество работника, а если это иностранный гражданин, то в ряде случаев только имя и фамилию. Это правилам Трудового кодекса не противоречит. Также указываются сведения о документах, удостоверяющих его личность. Мы можем указать также наименование организации работодателя, стороны вправе указывать место жительства, адрес гражданина и местонахождение организации работодателя. Обязательно включение в трудовой договор такого пункта, как место работы, с указанием конкретного структурного подразделения, например, цеха, участка или бригады. Указывается при этом населенный пункт и место нахождения организации работодателя. Конкретизация этого условия необходима впоследствии для случаев определения фактов опозданий и прогулов. Необходимым условием также является дата начала работы. Она может совпадать с датой заключения трудового договора. Например, утром работник и работодатель заключили трудовой договор, а с 15 часов работник уже приступил к работе. Но может и не совпадать. Например, трудовой договор был заключен в один день, и к работе нужно приступить со следующего дня. Обязательно условия трудовой функции, которая должна быть указана в трудовом договоре, в том числе наименование должности, специальности, например, врач, инженер, продавец, товаровед, указание профессии, рабочий или служащий. Эти данные следует указывать в соответствии со штатным расписанием. При его составлении необходимо руководствоваться квалификационными справочниками. Например, существует единый тариф на квалификационный справочник работ и профессий, а также единый квалификационный справочник должностей, руководителей, специалистов и служащих. Обязательно должна быть включена группа условий, посвященных характеристике прав и обязанностей работника и работодателя. Так, работник имеет право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. Право на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда. Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпущенной работы. Право на отдых, нормальная продолжительность рабочего времени, предоставление еженедельных выходных дней, а также нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. Право на полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. Право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, который установлен в Другом кодексе или иных федеральных законах. Право на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. Право на участие в организациях, которые будут защищать трудовые права гражданина, также свободы и интересы. Гражданин может защищать свои права всеми незапрещенными способами. Также он имеет право на возмещение вреда, причиненному ему здоровью в связи с выполнением трудовых обязанностей, включая компенсацию морального вреда. Вместе с тем, работник обязан с момента заключения договора добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него этим трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и, соответственно, обязательно указание прав и обязанностей работодателя. Он имеет право поощрять работников за добросовестный и эффективный труд, требовать от работников исполнение ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации. Также работодатель в праве привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленным Трудовым кодексом, а также иными федеральными законами. А также он может принимать локальные нормативные акты, которые не ограничивают права работников. Также работодатель несет следующие обязанности. Он должен соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором, обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей, обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в полном размере причитающую работникам заработную плату в установленные сроки, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением трудовых обязанностей. Если имеются особенные характеристики условий труда, например, вредные или подземные работы, работы в горячих цехах, они должны быть оговорены в Трудовом договоре, а также указываются компенсации и льготы за работу в подобных условиях. Четко и обязательно обозначается режим труда и отдыха. Подробно необходимо расписать условия оплаты труда. Указывается не только размер основной тарифной ставки или должностного оклада, а также и доплаты, надбавки, например, за ученую степень, и поощрительные выплаты, например, всякого рода премии или вознаграждения за общие итоги работы в течение квартала или года. Указываются виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью. Например, страхование от несчастных случаев на производстве, от профессиональных заболеваний. Стороны могут также предусмотреть в тексте Трудового договора так называемые дополнительные условия, например, об испытании с указанием срока и о неразглашении охраняемым законной тайным, например, коммерческой или служебной, а также государственной. При этом нужно помнить и иметь в виду, что информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, является таковой лишь в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также к ней не должно быть свободного доступа на законном основании, и обладатель информации обязан принимать меры к ее охране. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными нормативными актами. В настоящее время перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, установлен законом о коммерческой тайне. Но коммерческую и служебную тайны, упомянутые в Трудовом кодексе, следует отличать от профессиональной тайны, например, врачебной или адвокатской, от налоговой тайны, то есть любых сведений, полученных налоговым органом от налогоплательщика, и от банковской тайны, то есть тайны банковского счета, банковского вклада, а также тайны операций по счету и сведений о клиенте. Для того, чтобы в Трудовой договор были включены условия о неразглашении служебной и коммерческой тайны, необходимо, чтобы возможность такого отнесения была прямо предусмотрена федеральными законами или иными нормативными актами. И сведения могли быть отнесены к коммерческой и служебной тайне лишь только в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству. Работник должен быть ознакомлен под роспись с перечнем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, при заключении Трудового договора. Такое условие, включаемое в Трудовой договор как испытание при приеме на работу, имеет целью проверку деловых качеств работника, то есть соответствует ли работник занимаемой должности, достаточно ли его квалификации, может ли он выполнять данную трудовую функцию, выяснить особенности характера, психологическую совместимость с коллективом и что-то подобное в ходе испытания нельзя. Условие об испытании должно быть четко указано не только в тексте Трудового договора, но и в приказе о приеме на работу, объявляемом работнику под роспись. Если Трудовой договор первоначально был заключен без условия об испытании, считается, что работник принят на работу без испытания. Несмотря на то, что работник принят с испытанием, на него распространяются все гарантии, предусмотренные действующим трудовым законодательством. В частности, в случае болезни ему выдаются пособия по временной нетрудоспособности. Время работы с испытательным сроком включается в трудовой стаж. На него распространяются все законодательные гарантии об охране труда, материальной ответственности. В Трудовом кодексе упоминаются категории работников, в отношении которых нельзя устанавливать испытания. Например, при приеме на работу на срок от 2 до 6 месяцев, для лиц, избранных по конкурсу, при приеме на работу беременных женщин и женщин, имеющих детей до 1,5 лет, при приеме на работу одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов до 18, для лиц, не достигших 18-летнего возраста, для лиц, впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения, для лиц, избранных на выборную должность, для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями. Говоря о сроках испытания, следует учесть, что по общему правилу предельный срок испытания – 3 месяца. К отдельным случаям, когда срок испытания может превышать 3 месяца, в частности, относятся сроки испытания для принимаемых на должность руководителя организации, его заместителя, главного бухгалтера и его заместителя, а также руководителя филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организации. В этих случаях срок испытания по общему правилу не может превышать 6 месяцев. Период временной нетрудоспособности не засчитывается в испытательный срок. Он должен быть подтвержден работникам справкой, выданной медицинскими учреждениями. К другим периодам, когда работник фактически отсутствовал на работе и которые также не засчитываются в срок испытания, в частности, относятся. Время отсутствия работника при выполнении им государственных и общественных обязанностей, например, участия в работе суда в качестве специалиста или участия в составе суда присяжных. Время отсутствия работника в связи с выполнением обязанностей, связанных с военной службой и воинским учетом, например, на время пребывания на военных сборах. Время отсутствия работника в связи с вызовом в органы суда, прокуратуры, Министерство внутренних дел, Федеральной службы безопасности по находящимся у них в производстве делам. А также иные случаи отсутствия по уважительным причинам. Работник по требованию работодателя должен предъявить необходимые доказательства уважительности причин отсутствия. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытательного срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытания. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложение, которое ему сделал работодатель, не является для него подходящим, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив его об этом в письменной форме также за три дня. Оценку результатов испытания делает работодатель. Например, руководитель организации в праве единолично решить этот вопрос. Однако он в праве создавать и специальную комиссию из соответствующих специалистов, способных объективно оценить результаты испытания. Если комиссия приходит к выводу о том, что работник не выдержал испытания, то она информирует об этом руководителя предприятия, например, путем устного доклада или составления письменного акта. Запись в трудовой книжке о приеме на работу с испытательным сроком не производится. Однако, если работник уволен, как не выдержавший испытание, то запись об этом в трудовую книжку производится. Если работник выдержал испытание, то можно не издавать специального приказа об окончательном приеме на работу. Также в трудовой договор могут быть включены иные дополнительные условия, если они не ухудшают положение работника по сравнению с трудовым законодательством. Особенно интересно для подробного рассмотрения такое условие, как срок трудового договора. Наиболее распространенным видом трудового договора является договор, заключенный на неопределенный срок. А вот срочный трудовой договор может быть заключен лишь в тех случаях, когда по тем или иным причинам нельзя заключить договор на неопределенный срок. Заключение с работником срочного трудового договора на выполнение работы, которая носит постоянный характер, недопустимо. Следует учесть, что требования от уже работающих на предприятии работников, то есть в свое время заключивших с предприятием постоянный трудовой договор, заново заключить срочный, неправомерно. Практика отдельных работодателей по переоформлению постоянных трудовых договоров на срочные действующему законодательству не соответствует. Максимальная продолжительность срока действия трудового договора не может превышать пяти календарных лет. Если после окончания срока действия трудового договора работник допущен к работе, то это означает, что трудовые отношения продлены, а трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Считается заключенным на неопределенный срок трудовой договор, в котором прямо не оговорен срок его действия. В Трудовом кодексе существует перечень случаев, когда может заключаться срочный трудовой договор. При этом следует иметь в виду, что даже если в случаях, перечисленных в Трудовом кодексе, работодатель вправе, но не обязан заключить срочный трудовой договор. Однако, если он решил реализовать свое право, то согласие лица, поступающего на работу, не требуется. Срочный трудовой договор может быть заключен в частности для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. Это работники, которые находятся в учебных отпусках, например, для написания дипломной работы и сдачи выпускных государственных экзаменов. Выполняют государственную или общественные обязанности, например, призваны на военные сборы, участвуют в работе избирательной комиссии, находятся в отпуске без сохранения заработной платы. А также на время выполнения временных или сезонных работ. Также срочный трудовой договор может заключаться с лицами, поступающими на работу за границу или в организациях, созданных на заведомо определенный срок. В частности, по соглашению сторон срочный трудовой договор может быть заключен. С лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера, если это связано с переездом к месту работы. С лицами, принимаемыми на работу, для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, а также для ликвидации последствий таких обстоятельств. С лицами, поступающими на работу, руководителями, их заместителями, а также на должность главного бухгалтера организации. Для выполнения непосредственно связанных работ, связанных со стажировкой и профессиональным обучением работника. С лицами, обучающимися под дневным формом образования, также независимо от образовательного учреждения. Например, если студент вуза принимается на работу, свободное от учебы время, то работодатель вправе заключить с ним трудовой договор до окончания срока обучения. С лицами, работающими по совместительству. В этом случае имеются в виду работы по совместительству и у других работодателей, то есть так называемое внешнее совместительство, и у другого работодателя в случае внутреннего совместительства. С пенсионерами по возрасту, но не инвалидами, либо вышедшими на пенсию по выслуге лет, а также с лицами, которые по состоянию своего здоровья в соответствии с медицинским заключением могут работать исключительно на работах временного характера. Также с творческими работниками средств массовой информации, организацией кинематографии, театров и иных организаций подобного рода. И с научными или педагогическими работниками. Важно помнить необходимость четкого описания трудовой функции работника в трудовом договоре. Ведь существует запрет требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Практика руководителей частных и негосударственных организаций, состоящая в том, что они используют труд работников, исходя из первостепенных задач, стоящих перед предприятием, невзирая на специальность, должность и квалификацию работника, что действующему законодательству не соответствует. Все ссылки на то, что эти предприятия, как правило, по численности малые, что рынок динамичен, а также поэтому нужно бывает быстро менять профиль использования работника, не меняют здесь положение. В любом случае, организация должна иметь согласие работника на выполнение другой работы, а при его отказе работодатель не вправе заставлять работника выполнять необусловленную трудовым договором работу. Лишь в случаях, прямо предусмотренных нормативными актами, трудовым кодексом или иными федеральными законами, допускается требование от работника, прямо не предусмотренных трудовым договором работ. Примерами этому могут служить в случае так называемой производственной необходимости, когда допускается временный перевод на другую работу, которая не обусловлена трудовым договором. В случае необходимости замещения временного отсутствующего работника. В случае проведения работ, вызванных введением на территории Российской Федерации либо на части ее территории военного или чрезвычайного положения. При этом работы, обусловленные трудовым кодексом, должны оплачиваться не ниже, чем выполняемая в соответствии с трудовым договором работа, а также должны носить временный характер до отпадения соответствующих оснований и должны проводиться с учетом состояния здоровья работника. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Оформление приема на работу лица конкретному работодателю происходит путем издания приказа работодателя. Правовое значение приказа о приеме на работу заключается в том, что на его основании в трудовую книжку вносится соответствующая запись. Поэтому содержание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В связи с тем, что условия труда определяются не только соглашением сторон, но и локальными правовыми актами, на работодателя возлагается обязанность при приеме лица на работу ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными нормативными актами, которые непосредственно связаны с трудовой деятельностью работника. Правовое значение этого ознакомления заключается в том, что тем самым работник как бы соглашается на условия работы, установленные в организации. Издание приказа о приеме на работу является обязательным для работодателя. Однако существуют случаи, когда издание тракого приказа не требуется. Например, не может издавать приказы работодатель «физическое лицо», не являющийся индивидуальным предпринимателем. Также не издается приказ о приеме на работу руководителя организации, избираемого на должность. В этом случае в трудовую книжку руководителя вносится запись с указанием даты и номера протокола собрания, избравшего данное лицо на должность. Особенностью трудового договора как соглашения, официально порождающего трудовые отношения между работником и работодателем, является предоставление работнику ряда гарантий. Это гарантия при выплате заработной платы не реже двух раз в месяц. Гарантия при использовании отпусков, сохранении места работы, выплата отпускных. Гарантия при направлении в командировку, это также сохранение места работы и оплата расходов работника. Гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением, это сохранение места работы. Существуют гарантии при расторжении трудового договора, выплата выходного пособия. Также существуют гарантии при временной нетрудоспособности, сохранение места работы и оплата больничных листов. Возмещение расходов при использовании личного имущества. Теперь рассмотрим случаи, когда заключается гражданско-правовой договор. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, гражданско-правовой договор это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия гражданско-правового договора определяются по усмотрению сторон. Существует много видов гражданско-правовых договоров. Например, некоторые из них договор подряда, договор поручения, договор возмездного оказания услуг и другие. Отношения, оформленные подобными договорами, регулируются Гражданским кодексом. Гражданско-правовой договор имеет свои отличительные черты. По договорам оказания услуг или выполнения работ исполнитель обязан выполнить конкретное задание заказчика, которое известно еще в момент заключения договора. В гражданско-правовых отношениях важен конкретный результат, а не сам процесс работы. Исполнители и подрядчики сами определяют порядок возложенных на них договором обязанностей и делают это за свой счет. Если иное не установлено договором, не обязаны следовать установленным правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе соблюдать режим рабочего времени. Не будет выплачиваться компенсация за использование в работе своего имущества и также возмещаться иные расходы, понесенные в интересах организации. Участвуя в гражданских правоотношениях, если запрет на это не установлен, исполнитель может привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц. Исполнители и подрядчики также не получают заработную плату, но получают предусмотренное договором вознаграждение, которое выплачивается в порядке установленным договором. Исполнители и подрядчики в случае причинения заказчика убытков обязаны в полном объеме их возместить. Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то на него не распространяются гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Обратим внимание, что когда речь идет о гражданско-правовом договоре, то в его тексте должны быть оговорены условия, характерные именно для гражданско-правовых отношений. То есть использование в тексте таких договоров, присущих трудовым отношениям терминов, как должность, заработная плата, прием на работу, увольнение, режим работы, недопустимо и может свидетельствовать о заключении трудового договора, а вовсе не гражданско-правового. Однако соблюдение одних только формальных признаков недостаточно. Необходимо, чтобы существующие отношения соответствовали характеру заключенного договора. Само по себе наименование договора не может служить достаточным основанием для причисления его к трудовым или гражданско-правовым договорам. Основное значение имеет смысл договора и его содержание. Следует отметить, что стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и непредусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут также заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральным законом или иными правовыми актами, то есть смешанный договор. К отношениям сторон по смешанному договору применяются соответствующие правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Гражданско-правовые договоры могут быть возмездными и безвозмездными. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное представление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Договор предполагается возмездным, если из федерального закона или иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Исполнение гражданско-правовых договоров оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. На практике многие организации для выполнения заказов и исполнения различных разовых работ привлекают работников, не состоящих в штате организации, применяя форму так называемого трудового соглашения, которое не основано на праве, поскольку не предусмотрено ни законодательством о труде, ни гражданским законодательством. По своему содержанию это скорее гражданско-правовой, а не трудовой договор. И определение трудовое, включенное в его название, только запутывает и добавляет практических проблем. В объявлениях о вакансиях можно встретить случаи, когда работодатели используют так называемые уловки, чтобы скрыть свое намерение не заключать с обратившимися к ним трудовой договор. Например, использование следующей формулировки при описании условий работы. Это официальное оформление трудовых отношений на основании свободного гражданского договора. Не только вводит в заблуждение соискателей, но и просто юридически неграмотно, так как при заключении гражданско-правового договора трудовых отношений не возникает. Целями защиты трудовых прав граждан от недобросовестного уклонения работодателя от заключения трудового договора и подмены фактически имеющим место трудовых отношений гражданско-правовыми и служит норма Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой в тех случаях, когда в судебном порядке установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства. Как видно из приведенного положения кодекса, вопрос правомерности заключения гражданско-правового договора, а не трудового, может быть разрешен только судом, который рассматривает соответствующий спор, анализирует и оценивает не только текст договора, но и всю совокупность представленных сторонами спора иных доказательств. Следует отметить, что вопрос об ограничении трудового договора от смешанных с ним гражданско-правовых договоров сам по себе является достаточно сложным. При разрешении такого рода споров по существу речь идет об установлении правовой природы, заключенного между гражданином, выполняющим работу, и лицом, заинтересованным в достижении определенного результата этой деятельности договора и его соответствия фактически имеющимся соотношением отношений сторон. Суды при рассмотрении вопроса об ограничении трудового договора от гражданско-правового руководствуются аналогичными критериями. Так, основными признаками, позволяющими отграничить трудовой договор от гражданско-правового, являются это личностный признак, выполнение работы личным трудом и выполнение работника в производственную деятельность предприятия. Организационный признак – подчинение работника внутреннему трудовому распорядку. Его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность, выполнение работ определенного рода, а не разового задания, а также гарантии социальной защищенности. Формальным различием двух договоров является, так сказать, наименование сторон, которые по сути своей нагрузки правовой не несут, а является формальным отличием. В первом случае работодатель и работник, стороны называются именно так, а в случае гражданско-правового договора стороны именуются заказчик и исполнитель. Теперь рассмотрим содержательные различия между трудовым договором и гражданско-правовым. Отношения между сторонами, возникающие при заключении гражданско-правового договора, характеризуются равенствам сторон, а также при заключении трудового договора возникают отношения власти подчинения между работником и работодателем, что резко отличает его от гражданско-правового договора. Предмет трудового договора заключается в обязанности работника лично выполнять определенную трудовую функцию, подчиняться установленным в организации правилам внутреннего трудового распорядка. В отличие от этого, предметом смеженных гражданско-правовых договорах является получение одной из сторон договора какой-либо конкретной необходимой ей выгоды или результата труда в материально-овесчисленном результате или иной форме. При этом сторона договора, исполняющая работу, направленную на достижение конкретного результата, самостоятельно не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. Исполнитель по гражданско-правовому договору в определенных случаях может передавать исполнение своих обязанностей третьим лицам. Отметим также такую обязанность работодателя по трудовому договору, как обеспечение работникам равной оплаты за труд. При этом в основе системы оплаты труда в рамках трудовых отношений лежат объективные признаки, подлежащие оплате, то есть квалификация работника, сложность выполнения работы, количество и качество труда без ограничения максимального размера. В случае же с трудовым гражданско-правовым договором есть различия, когда гражданин получает оплату за достигнутый результат работы, который по существу определяется соглашением сторон. Если говорить о сроках, на которые заключается договор, то гражданско-правовой договор заключается на определенный срок или до момента возникновения обеществленного результата, а трудовой договор может быть заключенным как на определенный срок, так и на срок без определения этого. Также существенными условиями и различиями предоставления социальных гарантий при заключении трудового договора предоставляются все гарантии, которые имеются в трудовом законодательстве, а в случае заключения гражданско-правового договора только те, по которым достигнуто соглашение сторон. В следующий раз мы поговорим с вами об основных положениях закона о защите прав потребителя, рассмотрим различные ситуации, с которыми вы можете столкнуться в повседневной жизни. На этом все. Спасибо.